В каком-то американском блокбастере это звучало бы приблизительно так. 27 отважных мужчин и женщин наперекор судьбе решили озолотить всех кишиневцев и превратить Кишинев в Клондайк. Ну или в Эльдорадо, находясь конец. Мы продолжаем знакомить всех наших телезрителей с кандидатами на постмэра Кишинева. Все люди непростые, все люди интересные, все люди резонансные. И я думаю, что мы как жители этого города, как телезрители этого заслуживаем вполне, чтобы 5 ноября сделать правильный выбор. И для нас, и для наших семей, друзей, деловых партнеров, и для нашего будущего. Добрый вечер, меня зовут Артур Ефремов, я журналист. Мы сегодня в прямом эфире ТВС-21 на главном, а главном мы беседуем с кандидатом в мэры молдавской столицы Адрианом Албу, который сегодня у нас представляет партию социалистов республики Молдова. Адриан, добрый вечер. Точно, приветствую вас. Так, значит, чтобы у нас, так как мы с нашими телезрителями работаем максимально открытыми картами, скобками и ИИ, оговорюсь, что мы с вами познакомились ровно 25 минут назад. Я признаюсь, на что вы приняли приглашение. Даже 20, я бы сказал, если быть точным. Так, с чего мы начнем? Наши любимые правила вы знаете. К сожалению, нет. Максимально аппетитный вкусный диалог. Сыграем в американские горки. И, чтобы наши телевизорители знали, мы, ребята законопослушные, мы обязаны исполнять решение ЦИКа о том, что мы сегодня ограничены только 60 минутами. Исполняли бы они тоже так. Это вам как депутатам надо уже решать эту проблему. У нас 60 минут, поэтому включаем форсажи и идем на 3-е космической скорости. Вперед. Итак, вы в курсе, что вашими предками были неандертальцы? Наверное, да. Окей. У меня мои тоже, поэтому мы в этом схожи. К чему это я? Правила помните? Первая же в пещеру входит женщина. На всякий случай. Я с момента, как мы запустили в пространство информационный анонс, что у нас сегодня эфир с вами как кандидатом мэра, женщины посмотрели на вас, женщины посмотрели на ваш образ, сказали, что вы заинтриговались, задали массу вопросов. А женщин обижать не стоит. Будут последствия. Так, кто вам больше мил? Брюнетки, они спрашивают, брюнетки, блондинки, шатенки или любите вы себя? Мою жену, которая является брюнеткой. А супруга брюнетка, как ее зовут? Марина. Марина. Марина, добрый вечер, уверен, что вы сегодня у телаэкрана. Какой объем должен быть у женщины, чтобы она вызвала интригу, интерес и удивление у Адриана Албу? Я не знаю, о чем вы сейчас подумали, я вообще говорю об уровне интеллекта. Я так и подумал. Так подумали. И исходя из того, что у меня очень умная жена, это дает понять, что я люблю грамотных, умных женщин, которые знают, чего хочет ее любимый муж. Ну, вам просто тогда жутко повезло супруга. Сколько лет вы вместе? С Божьей помощью уже 13. А вы, кстати, местный, Кишиневский? Да, я родился на Чиканах. Были таким фартовым в новой достиженности или были интеллигентом ботаника? Фартовый. Фартовый? Фартовый. Были такие сложные моменты, даже когда хотели исключить из школы в пятом классе, потому что, как любой тинейджер, мне захотелось свободы. Но благодаря моим родителям и грамотной обучению дедушки и бабушки, которые являлись профессорами, меня привели на нужный путь. То есть вы из интеллигентной семьи? Да, я уже благодаря им к 12 классу стал отличником, стал шефу культуры. В лицее я руководил данным направлением. Вы руководили местным клубом? Да, культурная составляющая нашего лица. Парадокс вашей персоны заключается в том, что очень скудная информация. Что мы знаем? Мы знаем, что вы родились 29 апреля 83 года. Итого вам 40 лет. Кто вы по гороскопу? Я не просто не очень слежу за гороскопом. Нет, скорее всего телец. Вы телец. И больше все покрыто мраком, начиная с начала вашей службы в НСБК, с 2008 года, если вы не изменяете. Как раз там нас и учили, что чем больше мрака, тем лучше работает. А мы хотели всегда иметь результаты. Поэтому мы старались не показывать себя. Я даже как политик только два месяца завел странички в разных соцсетях. И то, потому что настаивают на этом товарищи, технологи, которые говорят, что это нужно для публичности. Я предполагаю, что моя душа ближе к тому, чтобы работать. И говорила, работа за тебя, нежели соцсети или что-то другое. Но мы живем... Вы понимаете мою логику и план действий, что я не могу сейчас начать вас допытывать и пытать в отношении светлого будущего города Кишинева и нас, кишиневцев. Если мы с нашими телезрителями, не поймем, с кем мы имеем дело. Конечно. Вас по-батюшке как вылечает? Николаевич. Вы, Николаевич. Ничего нет насчет вашей семьи, ничего нет насчет ваших родителей. Минуту назад вы сказали, что ваши бабушка и дедушка были профессорами. Из чьих колен будете? Откуда родители? Как их зовут? Чем занимаются? Папа Николай родился в Флорешском районе. Я проработал всю жизнь инженером в Университете Технический университет. Мама у меня с Унгенского района, город Корнешт, экономист. Уже больше половины жизни она наша главная помощница, потому что дети растут. У меня жена очень активная, и она только полгодика-годик сидит с детьми, а потом рвется в бой, потому что хочет что-то хорошее сделать для нашей страны. Какое у нее образование? Чем занимается по жизни? Она юрист, так же, как и я. У меня мастерат в экономическом праве. У нее даже... Она должна была сосустина... Извините. У меня жена русская, но я молдаваня. С сосустины что? Она должна была сосустина докторантура. Получить докторскую? Да. Но из-за того, что она... Защитить докторскую. Защитить докторскую, да. Но из-за того, что самая маленькая, мелкая, два годика назад появилась, годик с хвостиком, жена не успела это сделать. Но она говорит, ничего, сейчас не главное звание, главное знание. Я это уважаю в нее. И моя жена Взбельц, северная столица... Какой у вас разброс? Мама и... Слушайте, это безумно классно, потому что мы любим путешествовать. У нас семья путешественников по Молдове. Мы открываем очень много интересных мест. Купили автодом на колесах? К сожалению, нет, хотя дети об этом мечтают. Но папа думает, что автодом – это не рентабельное вложение. И лучше всего арендовать по необходимости. Как бы так, кроткая моя семья. Как зовут Албу Юнеров? Влад, Раду и Анастасия. Два мальчика, одна девочка. Да. У меня... Знаете, вообще у меня семья – это такая тема табу, потому что я знаю, что есть политики, которые это используют как технологические приемы. Как я. Я провел разговор с моими старшими сыновьями. Говорю, ребят, папа – политик. До сих пор папа работал в более технических направлениях. Сейчас идожу и еду в электоральную избирательную кампанию. Многие хотят увидеть моих детей. У меня дети попросили. Пап, мы хотим, чтобы нас не показывали. У нас есть свое направление – детское. Ты – политика. Разумно. Я уважаю мнение своих детей. И поэтому я не буду, пока они сами этого не захотят. Но я горжусь своими детьми. Очень хочу сказать даже почему. Расскажите, конечно. Потому что у меня старший сын и средний. Они являются чемпионами Молдовы по шахматам. Они завоевывали, старший завоевывал в Польше первое место. Они практически всегда на европейских чемпионатах. Они гордость. И я жду быстрее, чтобы дочка выросла и тоже в каком-то направлении обязательно меня порадовать. Но шахматы меня удивляют, потому что я в хорошем понимании слова без никакого уровня. Вы – социалисты шахматного направления в этой стране монополизируют. Спасибо. Удивили. Вы заканчивали Молдавский госуниверситет. Какой факультет? Право. Факультет иериспруденция. Да, иериспруденция и мастерат в экономической иериспруденции. В 2008 году я почему такой дотошный и углубляюсь в подробности? Потому что я безумно люблю старую немецкую поговорку. Говорят, что она немецкая. Дьявол кроется в мелочах. Очень интересно узнать подноготную человека, чтобы сформировать более-менее правильный вывод. И правильное мнение, с кем мы имеем дело. Вы баллотируетесь в мэры. И если вам это все удастся, и вы проснетесь тем результатом, который ожидаете вы и ваша команда, в понедельник, что в ноябре, мы, по крайней мере, как столичные жители, имеем право узнать, с кем мы будем делать дальше. Итак, вы начали свою службу в 2008 году с должности инспектора Национального центра в обеспечении коррупции и экономическом поступлении. Если мы бы жили в советское время, это бы, наверное, было ту самую БХСС, отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Возможно, да. А в чем разница? Я вроде бы понимаю структуру и специфику молдавских контор, так называемых, и спецслужбы, и полиции. А в чем разница между профессией инспектора и оперативником? Ну, на самом деле, я был оперативным сотрудником, но в Центре борьбы с экономической преступлением и коррупцией я был именно в отделе по борьбе с экономической преступлением и коррупцией. Мы имели оперативную работу, но также мы являли теми, кто констатирует нарушения и уже дальше подают следователю материала. Вы занимались аналитикой? Так, точно. Аналитика и сбор данных, и не только через бумаги, но и в территории, конечно. А аналитику был, положил бычий пистолет? Был пистолет, у всех был, у нас это было обязательно. Что-то оружие какое было? ТТ-шка. А, ТТ? Старый ТТ? Серьезно? У нас был ТТ-шка, потом была ПМК. Бог-то мой. Я понял, что сегодня ваши коллеги, бывшие коллеги, носят уже только ГЛОКи. Эмансипируем каждый раз. Кто-то дает новое оружие, к сожалению, на вооружение нашей страны. В НЦБК вы проработали в совокупности 4 года, потому что у вас был годичный первый вытрачный таможенный департамент. Почему? Тогда меня попросили перейти в отдел оперативного в таможне. Нуждался шеф, нуждался начальник оперативного блока. В таможенном департаменте? Да. Потом вернулись обратно в НЦБК? Так точно. Ну и скажите нам, ради бога, и какой без вас попутал поменять очень интересную... Ну, молодежь использует сланговое слово «движуха», да? Вот такая движуха каждый день. Ты не знаешь, что ты приходишь на работу, не знаешь, чем это закончится. Ведь это так. В НЦБК, в Сибири, вообще во всех спецслужбах. Ну и какой без вас попутал поменять это на скучнейшую работу под названием «Парламент Республики»? Нет, там вообще очень интересная работа. На самом деле у нас произошло так. В 2013 году я подал, снова я ушел с НЦБК, а потом решил все-таки вернуться. Я подал документы, выиграл конкурс. И в тот день, когда я узнал, что выиграл конкурс, моя жена узнала, что она выиграла стипендию в Польше для переделывания квалификации. И жена мне говорит, Адриан, я выиграл конкурс, что мы делаем? Я говорю, как что делаем? Мы едем тебе повышать квалификацию. Я звоню в тот же день и говорю, извините, пожалуйста, я поддерживаю жену, потому что для нее это было очень важно в тот момент. Говорю, мы едем в Польшу. На меня, конечно, все коллеги посмотрели странно, потому что тогда это была мечта каждого попасть в данной структуре. Но мы уехали в Польшу, мы там прожили больше полтора года. В Польше жили? Где? Да, в Кракове, безумно красивый город, всем рекомендую, это город-сказка. Мы там прожили с детьми. Была возможность остаться, но мы решили для себя, что Молдова – это то место, где мы себя видим, где мы хотим жить и где мы хотим развивать. И уже в 2019 году мне посчастливилось, у меня был выбор стать депутатом или пойти на административную должность. Я посчитал, что депутатство – дело для других в тот момент, и для меня ближе по духу – это менеджерские способности. У меня был безумно красивый коллектив, более 500 человек. Всем передаю привет, кстати. Очень классный, потому что я вспоминаю первый день, когда я пришел на работу. Я прихожу, и у меня куча заявлений на уход. Почему? Потому что всегда все пришли, тогда же было перемена власти, плохотника скинули, многие думали, а сейчас будет расправы политические. Мы с Денией Петровной, гречаной, на тот момент убедили всех остаться. Мы сказали, для нас не важный фактор политический, для нас важна ваша институционная память и ваш профессионализм. Докажите, что вы достойны. И пока я был генеральным секретарем, ни один человек не был уволен. Все работали достойно. Из 500 человек все остались? Абсолютно. Я этим горжусь. Зинада Петровна тогда была председателем парламента. И ваш тандем убедил 500 человек остаться на работе? Да. Ну, 500. У меня не 500 сразу заявлений уйти, но те, которые хотели уйти, мы всех убедили, что надо остаться. А, кстати, если вернуться к вашей предыдущей карьере до парламента, возвращаясь опять с конца БК, ну и сколько, позвольте уточнить, расхитителей капиталистической собственности вы отправили за решетку? Много дел, но не отправляем мы за решетку. Уже следователи переняют у нас все данные, которые мы собираем, и он уже дальше делает свою работу вместе с прокурором. Но я помню, у нас был огромный волюм, объем работы, потому что раз в те времена был, как говорится, самый смак. Самый смак. Да. Поэтому было много работы, но мы делали достойно. Я хочу вам сказать, что в моем понимании в тот период был лучший состав Центра по борьбе с экономической и председательной коррупцией. Очень грамотные ребята, преданные Родине. Я даже не помню, если были скандалы в те времена с той организацией. Сейчас мы видим, как это часто происходит, к сожалению. Очень многие коллеги журналисты и наши телезрители попросили меня сегодня уточнить. Я полностью понимаю точку зрения. И объясните нам, пожалуйста. Вот у массы людей, и у нас журналистов, и у жителей Кишинева сложилось впечатление, что вот эта выборная компания на должность столичного градоначальника, сколько-то еще они обыкновенные. Бреклая, нудная, вялая. Вялая, потому что все типа предопределено, и вы прекрасно где-то интуитивно понимаете, чем все закончится в полночь с воскресенья на понедельник, 5-6 ноября. Или почему? Я не вижу движухи. На самом деле многие эксперты говорят, что компания очень скромная. Потому что все привыкли именно в мэрские гонки, чтобы был вот этот грязь, взрывы, друг на друга обвинения. Мне хочется верить, что все-таки политический класс, он становится более, ну скажем так, мудрым. И они не хотят уже делать эти нападки. Я лично для себя принял решение, я не буду нападать идеологически ни на кого. Технически я буду убить там, где я вижу. Когда кто-то говорит, что уже известно, или предопределено, что будет, я не согласен с этим. Все-таки есть и черный лебедь, есть и возможность дойти до граждан. Я, когда сейчас иду на встречу с гражданами, я для себя удивляюсь многому из вопросов, которые происходят. Потому что граждане, они были манипулированы грамотным пиаром, теми телевидениями, которые остались в большинстве. Прекрасно понимаем. И они считают, они имеют такую девиацию от реальности. И когда мы им приводим примеры, они говорят, а боже, а на самом деле это так. Люди еще удивляются. Люди, знаете, я очень горжусь тем, что молдаване, хоть мы и спокойные по своему духу и менталитету, мы умеем анализировать. У нас еще осталось это качество. Но надо грамотно объяснить. Поэтому я уверен, что если мы постараемся доводить все наши идеи, все наши видения грамотно людям, они поймут, что есть выбор, который может сделать лучше, чем сейчас на данный момент. А что вы видите в глазах людей, когда вы проводите эти десятки встреч с утра до вечера? Усталость, раздражение, апатию? По-разному. В большинстве случаев в начале встречи есть вот этот блок. Он чувствуется? Он чувствуется. Но в течение даже тех 15-20 минут мы его снимаем. Наверное, потому что мы открыты, мы искренни. И я стараюсь отвечать на все вопросы. Я не убегаю от них, так как буду и у вас отвечать на все вопросы. Надеюсь. И в конце, чаще всего, у меня бывают такие случаи, когда там коллеги говорят, так, мы идем в такую-то школу, в каком-то предприятии, там у нас всегда было жестко. Ты готовься, сейчас будет жестко. Я всегда выхожу, улыбки после этого, нормальные отношения. Говорю, ребят, ну, все хорошо, все вот так переживали. Странно, странно, странно. Я считаю, что это не странно, это просто нужно к людям обратиться. Вы правильно говорите? Их же надо открыть, и себя надо открыть перед ними. И тогда выходит хороший диалог, и уходят все на хорошие, позитивные ноги. Вы, как политик, не боитесь, что... Вот что мы видим? Мы видим и журналисты. Опять же, апатия, раздражение, неверие. Цинизм, который уже зашкаливает, и люди объясняют просто. За более чем 30-летней зависимости промыли мозги, вынесли мозги. Мы устали от обещаний. Мы послушаем, но выводы будем делать сами. А как побороть это неверие цинизм? Потому что он оправдан по большому счету. Точнее, они оправданы неверие цинизму у людей. Ну, слушайте, 30 лет людей гоняют на идеологических фонах и одновременно их разделяют. Вот что происходит в нашей стране. Конечно, люди устали, они раздражены этим. Я каждый раз спрашиваю, какая главная цель, к сожалению, всех, кто приходит к власти, разделить и взять как можно больше участников, которых разделили. Я иду по другому принципу. Я хочу всех напротив соединить. По примеру моей семьи даже, я вам скажу. Я молдаванин, жена русская. У нас семья разговаривается билингвы. Я стараюсь... Вы в семье, извините, перебивы, вы в семье разговариваете на двух языках, на русском? На русском и на молдавском. На молдавском. Мои дети учатся в румынской школе. Ну, давайте так, когда мне задают этот вопрос, я отвечаю просто. Мне преподавали румынский язык в лицее. Я не могу сказать, что я не могу говорить на румынском. Но я все-таки еще убежден в том, что Конституция является главным документом. И то, что они сделали и постарались как-то это обиграть через десуетудину, я не знаю, как будет на русском, я считаю это полным бредом. И это фарс перед гражданами. Если ты достойный, ты уверен, что твоя нация хочет поменять что-то в Конституции, сделай референдум конституционный. Или проще, в парламенте проголосуй, если есть 67 голосов. Поэтому я пока не хочу из легального поля, потому что я считаю, если мы являемся законодательными, главное, что нам будет... Вас сейчас говорит разум юриста, так? Разум юриста, поэтому я буду его придерживаться. Вы по психопортрету и по складу характера более тактик. Или стратег? Я думаю, ни то, ни другое. А кто же тогда вы? Я человек, который... Я верю в что-то хорошее. Я не делаю какие-то стратегии, тактики. Я иду по своему ощущению. Мне дали когда-то очень хороший совет. Мне сказали, Адриан, лучшая дипломатия в жизни – это искренность. Будь искренним, и тогда человек, который с тобой хочет, общаться, он поймет, что ты хочешь. И строй стратегии, тактики. Это, конечно, для партии это важно. И в партии это делается. Но лично я как политик, для меня все намного проще. Я иду к человеку, я хочу услышать его проблемы, я стараюсь решить его проблемы. Без стратегий, без тактик, без ничего. У меня есть инструменты, я стараюсь их использовать. Тактики и стратегии больше будут использовать те, которые имеют более амбициозные планы на будущее. Я не говорю, что у меня нет планов, и я не амбициозен. Но в данном моменте для меня важно не столь будущее политическое, а нынешнее. Потому что, давайте искренне, я только с 2021 года депутат. Я признаю, что я учусь политике. Я не буду говорить, что я уже состоящийся политик. Я учусь этому. И меня благодаря таким передачам это учат, благодаря вопросам, которые приходят от людей, благодаря встречам, благодаря тем провалам, которые у меня иногда бывают. Провалы неизбежны. Конечно. И поэтому в этом направлении я буду работать, стремиться. И, может быть, со временем я смогу в другой передаче вам ответить на этот глобальный вопрос. Это было ваше личное решение баллотироваться у мэра? Или было предложение стороны руководства ПСРМ? Это было предложение руководства. Я его с радостью принял. Ну что, даже не взяли 2-4 часа на раздумие? Нет. У нас были дебаты по этому вопросу. Потому что было больше кандидатов изначально. И потихонечку мы приходили к одному. Каждый изложил свою позицию, свои видения. Из кандидатов? Из кандидатов. А кто был основным контркандидатом внутри партии социалистов у вас? Ну, я не могу сказать, что это контркандидат. Коллеги, которые рассматривались на данные позиции, вы же знаете, в публичном пространстве. Имя Влада Николаевича Батрынча было часто. И Игоря Николаевича Дедона. Плюс мы еще решили, что достойный кандидат – это Одинцов Александр. Достойный кандидат – это Динарий Кожакарь. Ну, так решилась команда. И когда уже началось, потому что Игорь Николаевич сказал, ребят, дорогу молодым, все-таки давайте покажем новую кровь нашей партии. Предложение, подготовьтесь, давайте обсудим все это. У нас исполком решает. Вы же знаете, что у нас уже главный орган – это из пяти человек, которые принимают политбюро. Мы сели, рассказали, видение плана. Я благодарен тому, что они поддержали меня. Сейчас надо бороться. Внутри ПСРМ вы более близки к Зенеиде Петровне Гречаной или к Игорю Дедону? Ну, ни для кого не секрет, что в политике я благодаря Зене Петровне Гречаной. Потому что 2016 год, тогда был президентский выбор. Я именно тогда, меня порекомендовали с Зене Петровне как консультант. И я должен был ассистировать с Зене Петровне в течение полгода. Я проделал эту работу со всей душой. И Зене Петровне мне сказала после данной кампании, слушай, Адриан, давай и останься дальше, в парламент будешь меня ассистировать. А вы к ней пришли из НЦБК? Нет, я пришел после того, как вернулся из Польши. И я работал плечо-плечо с Зене Петровной. Мы были ответственны за северную зону Республики Молдова. Это я, она из Зокницы или Бречан, кажется, да? Зене Петровна с Бречан. Бречан, да. И у нас была пределана очень хорошая работа. Вы же знаете, что всегда социалисты на севере самые сильные. И это благодаря по многому работе Зене Петровны, очень грамотной работе Зене Петровны. Она прям знает, она чувствует. Вот она тоже, я вам хочу сказать, упирается в политике на чувствах. И мне это очень импонирует. Она до сих пор в игре, потому что они практически ничего не слышат. Она в игре. Ее голос, он самый авторитетный, и он всегда за кадром. Но все прислушаются к нему. Она серый кардинал по сравнению? Она не серый кардинал, она наша мамочка. Она входит в эту песерку людей в Польдбюро? Нет, нет. В Польдбюро у нас снова молодая кровь. Ольга Чеботарь, Максим Лебединский, Григорий Навак, отдела Раиля и уже Игорь Николаевич Дадон. Дадон и Воронин. ПСРМ и ПКРМ. До сих пор политические союзники? В парламенте 100%. А вне стен парламента? Вне стен парламента, если говорить о местных выборах, мы приняли решение, что мы должны попробовать все-таки продвигать. Каждая же партия старается продвигать своих членов команды. И чтобы не было таких моментов, чтобы у нас была ссора на фоне того, что вот в этом районе или в этом городе наш должен быть, а не ваш, потому что наш сильнее. Все эти же сандажи, все эти опросы, это все сугубо персонально. Кто заказал, то и опрос. Поэтому мы приняли, давайте так, конкурируем, проходим во второй тур, один из них, один из другой, значит поддерживаем. Если проходят оба, еще интереснее. Пусть работают, пусть покажут, кто сильнее. Потому что и ПКРМ, и ПСРМ работают в одном направлении. То есть у нас политические дирекции, она та же. У нас нет тут дисбаланса. И в парламенте это видно. Но я вас сейчас внимательно послушал. Честно говоря, я немного не понимаю и тактику, и стратегию. А не логично ли было зарыть, закопать свои политические амбиции? Я и господине Дудон, и господине Воронине, и я ПСРМ, и ПКРМ. Выдвинуть, не расчленять направление основного удара. То есть вы знаете дату, вы знаете день, вы знаете цель, вы знаете город. Вы знаете события. Выбор Мэра Кишинева. Почему надо было выдвигать Адриан Албу и Дианук Роман от коммунистов? Вместо того, чтобы выбрать единого кандидата, объединить все ресурсы. Административные, логистические, информационные, финансовые, технические и прочее. И победить в этом городе. Вы не боитесь, что и ПКРМ, и ПСРМ, пойдя на этот шаг на расчленение направления главного удара, вы свернете Бешхею? Почему тогда не все левые силы не соединились под одного кандидата, как мы предлагали? Потому что и старое, мы не раз в этой студии за этим столом говорили с нашими гостями. Есть старинная, древняя, очень мудрая молдавская поговорка, что и Мария Рынзамолдуван. Возможно, да. Но, по сути, если говорить о ПКРМ и ПСРМ, я не вижу проблем в этом. Я уверен, что ПКРМ тоже берет тактику омоложения партии. Это правильная позиция. Если говорить о том, что результат, который будет, я уверен, что для обе партии рассчитывают на максимальный результат. Мы работаем на этот блок. У ПСРМ, вы знаете, что есть всегда большая поддержка в Кишиневе. У нас было 19 мандатов, потом 22 мандатов. А сколько членов муниципального совета сегодня в Кишиневе, напомните? 51. И сколько у вас сегодня? Сколько мандатов у ПСРМ сегодня? Мы выиграли 22, но были те, которые ушли, и сейчас осталось меньше. 27 кандидатов на постмара Кишинева. Это хорошо? Это плохо? Это говорит о нашей политической незрелости? Или наоборот, о том, что еще сохранились хорошие амбиции у людей? Мария Рынзамолдуван. Мария Рынзамолдуван. Вы понимаете, что я не могу вам не задать вопрос о вашем бывшем партийном товарище, который зовут Иоанн Василий Чабан. Но мы начнем этот блок вопросов после короткой рекламы. Заварите кофе, чай, не уходите. Потому что вечер прекращает быть томным. Не могу понять, почему остановился поток кадров из ПСРМ в направлении господина Шора и Ижу с ними. Вот несколько человек ушло и на этом затихло. У Шора закончились деньги или остались только идейные и морально мотивированные бойцы внутри партии социалистов? Можно я только один раз буду злым в этой программе? Ну, давайте. Это будет злое высказывание, но она будет соответствовать реальности. Мне хороший и мудрый человек сказал, что продается только то, что имеет ценник на спине. Ценник на спине. Интересный поворот событий. Тогда логично продолжить то, что мы обещали в нашем телезрителе перед рекламным блоком. Кто был инициатором того, что ваши пути в дороге, ваши, я имею в виду ваши ПСРМ, социалистов Ивана Чабан разошлись? Ведь вы когда-то были очень близки. До 2020 или 2021 года. Когда первая черная кошка пробежала? В каком году? Да не было там кошек. Мы же все прекрасно понимаем. В 2020 год. Компания Чабана. ПСРМ работает вся команда на него. Было 19 и 21. Да. 20. Вся компания, вся команда работает на него. Он идеолог партии. То есть в свое время те постулаты, которые партия предлагала, это его работа. Мы разрабатываем качественную, грамотную программу. Он становится мэром. На тот момент президент и премьер от партии социалистов выделяют колоссальные суммы на реабилитацию города. Потому что мы помним три мандата. А что значит колоссальные суммы от партии? Нет, партии. Мы от бюджета, эти деньги редакционируются туда, но я имею в виду, партия поддерживает все то, что мы обещаем, что мэр Чабан, новоиспеченный, говорит, надо сделать в городе. Консилер говорит, надо, мы обещали. Есть полнота власти. У нас же был один год все-таки полнота власти. Ребята, я помню очень хорошо. Это было золотое время Кишинева, когда все началось реанимироваться. Абсолютно согласен. Я помню те круглые столы, за которыми я имел возможность находиться, где был и премьер, и президент, и спикер, и мэр. Новоиспеченный, и как мэр говорит, мы обещали, мы должны сделать, и Игорь Николаевич говорит, правильно, мы обещали, делаем. Господин премьер-министр, пожалуйста, давайте поможем, давайте найдем ресурсы. И мы находили, мы это все сделали, и наши консилеры за все это голосовали. Мы же помним, сколько хороших проектов проголосовало именно муссоветники. Потому что, давайте искренне, мэр – это администратор, и вопрос к нему должно быть по администрированному городу. Согласен. Грамотно распределил деньги или неграмотно? Остальное все решают муссоветники. И когда кто-то говорит, что я сделал, значит, он, по крайней мере, имеет в себе наглость врать. Потому что он не делает, он исполняет. Это же исполнительная власть. А как исполняет, тут очень много вопросов могут становиться ребром. Поэтому, вы правильно отметили, золотое время для Кишинева. Жалко, что Иван Васильевич воспитал в себе амбицию создать свой политический проект. Я думаю, это… А это было его решение или решение из-за не пришло? Я уверен, что его… Что послужило спусковым крючком, что он решил сыграть в самостоятельную игру? Ведь всегда есть мотивация. Это главный вопрос к нему. Я не могу проникнуть в его… Вот тут и хороший вопрос. Он стратег или он, как бы, изложились тактик в тактик? Мне сложно понять. Потому что команда социалистов вложила в него очень много. Игорь Николаевич в него вложил очень много доверия. Он же был и советником, Игорь Николаевич, как президент. Я помню эту историю. Он в партии социалистов являлся ключевой фигурой. То есть у него все было на партийном уровне. Почему он это сделал? Почему он поменял свой вектор? Почему он поменял свое мировоззрение? Ну, иногда это бывает у людей. Есть такой сдвиг. Но обычно это мотивируется нечистолюбие. А вы, то есть господин Дадон и господин Чабан, сейчас даже вообще никаких отношений не поддерживают? Даже на неофициальном уровне? Я вам не отвечу на этот вопрос. Потому что, может, лучше тут ответить или Чабан, или Дадон. Я знаю одно, что Чабан подал на Дадона в суд. По мне это невежество. Невежество? Конечно. Я, кстати, вас подружески хочу и профессионально предупредить хорошее понимание слова. Сегодня господин Чабан на своей пресс-конференции сделал очень странное заявление. И в отношении вас, его контркандидатов, и в отношении нас журналистов, что все, что мы скажем против него, и ему это не понравится, он подойдет в самотече в суд. Просто это говорит о его эмоциональном всплеске, о неуверенности в завтрашнем дне. Ну и, наверное, может быть, мэр просто действующий. Мэр, наверное, не с той ноги встал. Потому что начинать ругаться со всеми 26 контркандидатами с прессой, и это дорогого стоит. Я вам скажу так. Если бы у него, если он хочет показать свою... Он хочет показать, что он мачо? Мачо. Мачо. У меня к нему более простое предложение. Выходи на дебаты. Вот и все. Кстати, открой маленький секрет. Наши телевизорители это знают. Мы его месяца два назад начали настойчиво приглашать повторником сюда, на ваше место. На мое не надо. Нет. Пусть оно будет моим. В это кресло. Он не реагирует, потому что я понимаю, что, скорее всего, он догадывается, какие ему вопросы будут заданы. И я скажу по-мужски и по-русски. Это говорит о его трусости. И я не поменяю свою точку зрения. Его ошибка создать. Мы... Перед интервью с вами я просил несколько десятков людей. Это члены моей семьи, это друзья, это деловые партнеры, это пресса, коллеги по цеху. Пресса. Точка зрения людей однозначна. Мы голосовали за Чабан, потому что за ним была мощь тогдашней правящей партии, тогдашнего правящего президента. И мы хотели увидеть, как вы сказали, классного администратора и менеджера. Пусть и кризис-менеджера, потому что он говорил Киртуако за все эти годы. Ну да, понимаем, трое дочи, нельзя материться в эфире. За него не голосовлек, их за политика. То, что он решил создать изначально мертворожденный проект под названием МАН, не путай с немецкими высококлассными грузовиками, это его фатальная ошибка? Время покажет. Но его фатальная ошибка, что он стал... Что он предал нашу партию. Вот это его фатальная ошибка. Потому что люди, которые его знали как товарища, через одно мгновение поняли, что он просто является тем, кто нас предал. И мне бы очень хотелось, чтобы электорат, который поддерживал, поддерживает социалистов, и который многие, к сожалению, еще думают, что Иван Чабан является социалистом, я хочу, чтобы они поняли одну вещь. Социалисты не предают. Я прекрасно даю себе отчет. Для меня стратегия сегодняшней беседы, и тактическая, и стратегическая, была не углубиться в проблемы города, потому что они есть, они были, они есть, они будут. Они очевидны. Да, мы не сможем ответить сегодня на все. Вы не Иисус Христос, а не Моисей. Для меня реально, когда я увидел массу вопросов, даже от журналюк, как я их называю, моих коллег, с кем уже знакомы, минимум 20-30 лет, их прожженных волкодавов. И когда все задают вопрос, кто вы и с чем вы кушаетесь, я поставил себе задачу перед нашими телезрителями, чтобы раскрыть вас, как Адриана Албу, личность, мужчину, отца, сына, внука, депутата, бывшего оперативника. Но несколько вопросов по городу я вам все же подготовил. Пока я их задам, пока я найду вопросы, то есть очень интересные. Я вас хочу спросить, уже месяца три в нашем журналистском сообществе циркулирует слух, что есть некий, я позволю себе сланговое словечко, есть некий договорняк между Иоаном Чабан и Пасом, я не знаю, с кем он корректирует, вероятнее буду, Санду, Ричан или господин Гроссу, что Пас понимает, что Карп непроходимая фигура, они всеми правдами и неправдами сделали всевозможность, чтобы Иван Васильевич выиграл, а вот эта перепалка между Чабаном и Пасом, это не более чем искусно разыгранный спектакль. Прокомментируйте. Ну, про кандидата Пас я согласен. Насколько я помню, он уже говорил нам всем, что он в 2024-м хочет баллотироваться на парламент Румынии от усерия, если я не ошибаюсь. Поэтому очевидно, что он сейчас просто хочет поднять свою узнаваемость и главная цель его парламент Румынии. Я не думаю, что для него город – это интересное явление. И мне честно, неправильное слово будет жалко, но обидно, что этот электорат еще верит в их искренность. У них свои поставленные цели. Вы социалисты сконцентрировали, насколько я вижу, вашу тактику и стратегию? Сконцентрировали вы направление главного удара только на кишеве и на Бельце или работаете по Камраду? Или в Камраде ничего? Мы работаем везде. У нас сильная команда, у нас больше 500. Кто ваш кандидат в Камраде? Ченуша, по-моему, Ченуша. Денис, кажется, его зовут, да? Марчал. А, Марчал, Ченуша. А, кстати, если не секрет, вы в ПСРМ, не скажу, что опасаетесь, кто ваш сегодня основной электоральный конкурент? ПАС, МАН-ЧИБАН, грифом получилось, или ШУР, ШАН, скажет, и возрождение? Сложно сказать на данном этапе. Электоральный конкурент. Что значит конкурент? Это когда ты борешься идеологически и правильными методами. Не когда ты даешь из-под тяжка, или когда ты предаешь, или когда ты покупаешь. Это не конкурент. Это с другим другое определение. Я не буду его давать, как вы говорите, нельзя. Да, мы теряем в эфире. Мы теряем в эфире. Но наше поле сейчас, к сожалению, дробится. И это кто-то специально играет в эту игру. Наша главная задача... А вы даже не догадываетесь, кто? Конечно, догадываемся. Но мы имеем другую задачу. Мы должны соединить обратно всю нашу поле. Мы должны... Я всегда же говорю больше. Мы являемся мультиэтнической страной, мультиэтническим городом. У меня тут друзья, которые разговаривают на всех возможных языках. Ребята, хорош, хорош дробиться. Давайте мы наш левый электорант соберем. Правый пусть поборется. Кстати, там есть очень хороший на правом электорате. Появилась партия бывшего премьер-министра, нашего бывшего коллега. А господина Кико? Да. Он ваш политический союзник? Нет. Он, скажем так, я уверен, что он политический союзник нашего государства, потому что он очень... У него те же патриотические цели. Я с ним лично знаком. Я часто спрашивал господина Кико, что является главным. Он всегда говорил, что главное для него является, чтобы Молдова была независима, суверенна и гордо поднятой головой. Так же, как рады мы за это. Поэтому мы на разных полях, но мы также совместно любим свою страну. Что, говорю, чуть-чуть личное и профессиональное, и парламентское? Риски второго тура в Кишиневе, насколько реальны? Они есть. Я уже видел пару закрытых... Вы не верите опросам? Я не верю опросам. Но я верю больше закрытым опросам. Почему? Потому что их не выставляют, и там более-менее цифры... Вы заказчик этих опросов? Я нет. То есть по СРМ заказчик опросов? Нет, по СРМ пока не заказал. Американское посольство, кто заказчик? Давайте скажем так. Есть... Я не хочу отдавать на это секретные данные, скажем, почему. Вы оперативник имеете право сохранять конфиденциальность агентов. Потому что мы сразу выдадим, кто нам это стоит. Что они показывают, по крайней мере? Разное показывают. Показывают у многих, что есть второй тур. Показывает то, что я расту, потому что люди узнают Адрианалбу. Показывает то, что у СРМ остается самое большое доверие на левом фланге. И мы будем дальше это форсировать. И наращивает наступление? И наращивает наступление? Абсолютно. Абсолютно. Мы должны это делать. Потому что если мы будем ждать в окопах, это нехорошо. Это никогда хорошим не заканчивается. Всегда надо наступать. И есть вероятность, что во второй тур выйдет Иоан Чабан и Адрианалбу? Насколько велики? Я скажу так. Время покажет. И я буду работать на это. Еще три недели. Три недели. Вы знаете, еще один момент, кстати. За три недели я разговаривал с одним человеком, который делает вот эти опросы. Я говорю, как вы думаете, кандидат ноунейм? Потому что я являюсь, как вы говорили, кандидат без узнаваемости. Это большой был риск для партии. Но также это является ходом, который показывает, что партия делает упор на новую кровь. И она не боится выставлять новые лица. Времени просто мало. Времени мало. Благодаря изменениям, которые делают эти безграмотные ребята у власти. Но я уверен в том, что даже три недели не хватит для того, чтобы показать свое видение. И доказать гражданам, что та программа, которую мы построили вместе с командой, является не просто профессиональной. Она является реальной для наших граждан. Поэтому я очень сильно надеюсь, что люди заинтересуются и прочитают ее. Кстати, если ТВС-21 делает предложение, может человек образумится, может проснет аспаровать на ней не слева, как сегодня утром. Сделает предложение на Чубан. Устроить недели через две. Дебаты за вами. О, я с радостью. Нет, я кружку беру со стола. Вы согласитесь? С радостью. Я принесу кружку. Вы понимаете, это не Жириновский, не царство небесное. Я уверен, что будут дебаты именно на техническом уровне, и все будет хорошо. Я получил вчера, даже время зафиксировалось, проявление социальных сетей в 7 часов утра 56 минут. Одно очень интересное послание. Я не побоюсь этого соковарного слова. Это реально глаз народа. Люди стучатся к Чубан в приемную без ответа, без привета. Люди стучатся в мэрию без ответа, без привета. Это настоящий глаз народа, коллективное послание. И на первую очередь от кого? Я понятия не имею, кто эти люди. Они просто оказались, что они смотрят наши передачи повторниками. Просто решили мне на обоум, по телеграмму написать. Значит, большая группа торговцев с Кали Басраби. Тема вообще не моя тема, но я не могу ее во мне огласить как кандидату в мэри. Уважаемый Артур, на базаре Кали Басраби всю прошлую неделю и сейчас идут проверки торговцев. Проверяют люди из управления торговлей города Кишинева. При этом проверяющие говорят, что это прямое оказание мэра Йона Чубан. Это людей очень тревожит. За 29 лет существования рынка Кали Басраби таких действий не было. Люди пишут эмоционально, это не литературный русский язык, но их можно понять. Эти действия могут кардинально появлять на выбор людей, членов их семей 5 ноября. Здравомыслящий человек, то есть господин мэр, перед выборами не может отдавать таких приказов. Его могут подставлять враждебные силы внутри мэрии. Так вот, я вчера по нескольким каналам и номерам телефона и имейлам господину Чубан отправил, без никаких задних мыслей. Просто скопировал письмо и отправил. Вот уже двое суток нет ответа и не приюта. Я знаю, что он читает письма. Могу предполагать, что это на самом деле его приказ, только непонятно для чего. Или ему нужны деньги под выборную кампанию, или у него другие задачи пока-либо с Арабией. А что бы вы, как кандидат в мэры, посоветовали, как бы этим людям поступить с точки зрения Адриана Алба? Вот такая патовая ситуация. Потому что там работают тысячи человек, тысячи человек, извините, не прав в формировке, тысячи. Умножая минимум человек на 20. Члены семьи, бабушки, дедушки, куметры, наноши, как у нас принято. Это десятки тысяч людей, которые могут быть тем золотым бонусом и джокером, или для вас, или для господина Чубан. Что этим людям делать? Давайте я чуть-чуть начну сдалека. У нас 7 минут. Есть вопросы? Я быстро. Сдалека, но быстро. Хорошо. Мы видим то, что в Кишиневе на всех палатках в мэра столицы сидят работники примарии. Мы видим, как директора предприятий муниципальных раздают газеты. Поэтому возможно ли такое? Ответ на поверхности. Что бы я посоветовал? Я бы посоветовал все-таки, чтобы начинать верить политикам, которые не заставляют вас и не стараются вас использовать в политических целях. Я недаром привел вам пример, что когда я был генеральным секретарем парламента, когда я вступил в должность, было очень много заявлений об уходе. Но для меня это было принципиально, чтобы все люди работали. На 500 человек сохранить? На 500. Скажем так, там было около 36-38 на мою память. Но мы всех оставили на работу. Мы их уговорили остаться. Поэтому к чему я это? Пора время политиков, которые будут не использовать людей, а доверять и работать на благо людей. Я посоветую просто. Если вы видите, что у вас нет возможности достучаться до мэру, давайте достучиться до нас. У нас есть консильеры в Молсовете. Советники. И мы будем эти вопросы поднимать, мы будем помогать. И где надо, будем отстаивать их позицию 100%. Слушайте, у многих людей очень простой, банальный, может быть скучный вопрос. Но давайте утешим их интерес. А сколько получает генеральный премьер в муниципе Кишинев? Зарплату? Да. Вы же должны это узнать. Нет. Мне никогда не интересовалась зарплата. Хотя бы не ровно. Сколько? Ну, я не думаю, не больше 20 тысяч. Я не думаю, что больше 20 тысяч. Это потолок? Это потолок 20 тысяч по закону, да? По закону я не знаю, сколько он получает. А сколько получает депутат Молдавского парламента с всеми бунусами? Если брать зарплату, она около 14, плюс дается индемизация на транспорт. Очень интересные дискуссии возникли в социальных сетях неожиданно, признаюсь неожиданно, между коллегами по цеху, журналистами и между деятелями искусств, которые просто разложили на атомы минувший день города или храм Кишинева. Что-то превратилось, извините, люди говорят открытым русским языком, и я с ними согласен, что это из нечто такого солнечного, светлого, ожидаемого, красивого, семейного превратилось в самую банальную, тупую провинциальную обжираловку у театра именеску, напротив кинотеатра «Патрия», напротив театра оперы и балета, где еду нельзя кушать, еду надо вкушать, а получать удовольствие, говорят знающие люди. Это превратилось в банальную, тупую провинциальную обжираловку с обильной выпивкой и по сумасшедшим ценам. Это то, что кишиневцы заслужили? Давайте так. Кишиневцы заслуживают праздники. – Город должен предоставлять и пищу, и хлеба из-за величия. – И хлеб из-за величия. Вопрос в том, что каждый раз, когда политики ставят руку на вот эти все мероприятия, они, к сожалению, превращают в политический пиар. И теряется эта смысловую нагрузку, которую должен иметь любой праздник. Потому что, на самом деле, День города – это день, когда мы ждем гостей у себя. Это же храм нашего города, храм наших домов. Я, к примеру, в этот день мы погуляли с семьей в парке, после чего пришли домой и пригласили родителей и друзей. Есть люди, которые предпочитают брать родственников, друзей, которые приезжают, и выходить в центр. – Это красиво. Это нормально. Это по-человечески. – Но когда мы видим, что вот среди этих людей гуляют все политики и показывают свое вот это петушатце, насколько мы хорошие, насколько мы хорошо все сделали, мне жалко. Мне жалко не людей. Люди, они в душе радуются. И, наверное, глубоко им наплевать на все, что… Но мне жалко этих политиков, потому что они сами не радуются. Они пигают за процентами, за лайками. Вот это проблема большая. Мы с вами… У нас три минуты, две с половиной, точнее. Мы, ребята, законопослушные. Мы с вами не обсудили массу тем и массу проблем. Я сделал это абсолютно сознательно и сознательно. Объяснил, почему. Мне был интересен. Я уверен, что наши телезрители нас и поймут, и простят. Как говорил персонаж одного известного скейт-шоу по фамилии Гаустян. Прошу нам меня простить и понять. Сделал это абсолютно сознательно. Я вас не знал. Мне вы были интересны. Мы еще продолжим тему. Сумасшедших городских пробок, развязок, преснопамятной реки Бык. К сожалению, почему? У нас на все-то есть решение. Три недели впереди. Вы не собираетесь летать на Марс? На Марс? На Марс. Нет? Предпочитаю пока на Земле. Адриан, пусть останется некая недосказанность и пусть останется некая интрига. Мы к ней обязательно вернемся. Вы подтверждаете, что если Чабан соглашается, вы принимаете приглашение на дебаты здесь. С превеликим удовольствием. За моим правым плечом камера, и она ваша. У нас есть одно неписанное правило в этой студии. Когда люди живут в тяжелые, смутные, жесткие времена, а сейчас именно такие, и по объективным и субъективным факторам, я прошу любого моего гостя, независимо от пола, социального ценза, возраста и банковских счетов, сказать людям что-то приятное. Вот это ваше время, это ваша камера. Прошу. Спасибо. Дорогие жители Кишинева, да и все республики, так как я уверен, что у вас покрытие по всей стране. То, что нас объединяет, это наша многонациональность. Мы разговариваем на разных языках. На молдавском, румынском, русском, украинском, гагаузском, болгарском. Мы являемся теми, что является наша страна. Если мы будем вместе с вами работать на благо нашей страны, если мы будем вместе с вами подставлять плечо на развитие нашей страны, тогда у нас все получится. Не верьте тем политикам, которые вам говорят о тех, кто хорошие и кто плохие. Не верьте тем политикам, которые вас антажируют, что если ты не будешь рядом с ним, то не получишь денег. Этим людям глубоко наплевать на ваше мнение. Поверьте в людей, которые близки вам по духу, которые будут с вами искренни, которые будут вам помогать. Я обещаю, что я буду рядом, буду помогать, и я буду близко к вам по духу. Спасибо. В нашей студии сегодня был бывший оперативник Национального центра по обрыве с коррупцией и экономическими преступлениями. Бывший таможенник, депутат парламента и кандидат Дмитрия Кишинева в Адриан Албу. Спасибо еще раз, что приняли приглашение. Спасибо за приглашение. Мы не ответили на массу вопросов, мы не обсудили массу проблем. Почему? Уже объяснили дважды за час эфира. Жизнь продолжается, прямые эфиры будут. Надеюсь, что с Адрианом мы еще увидимся в ближайшие три недели. Будут много событий, будет много всплесков. Главное помнить о том, что вы выбираете мэра Кишинева не для наших журналистов, не для господина Албы, не для господина Чебара. Вы выбираете мэра Кишинева для себя, для своих семей, для своих родителей, друзей, деловых партнеров. И вам с этим дальше жить. Мир, тесня, земля круглая. Мы обязательно увидимся, услышимся. До следующего вторника. Берегите себя и чудесного вечера. Берегите себя и чудесного вечера.